Вечер перед Рождеством в нашей традиции мы называем Свят Вечер. Мы уже настроены на события Рождества. Первый текст читаю из рождественской истории, Евангелие Луки, 2 глава, стих 7. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Не было им места в хорошем доме, или в доме, где сдавались комнаты для ночлег, потому что гостиница это не так, как у нас сегодня 3 звезды или 5 звезд. Просто сдавались какие-то комнатки, но в жилых помещениях не было мест. Поэтому просто кто-то отдал им свой сарай, не было мест. Основным текстом сегодня для нас будет послание из Христа к 7 церкви по счету книги Откровения. И это послание этой церкви, церкви, которая оказалась в похожем состоянии. Вот мы читали, что не было им места в гостинице. Вот не было им места в гостинице. А читая это послание, мы видим, что можно было для них этот текст почитать, что не было им места в церкви. Вот не было места Христу, Его родным, не было места в церкви. Такое вот послание. Откровение 3 глава, с 14 стиха. И ангелу, то есть мы понимаем, что это, скорее всего, служителю, пресвитеру, который всю церковь представляет. И ангелу ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божья. Христос снова, как обычно, представляется в начале послания каждой церкви по-особенному. В этой церкви Аминь, свидетель верный и истинный. Это говорится о том, что Его слова, это как бы истина в последней инстанции. Когда мы говорим Аминь, это точно так. Вот истина, верно, то, что Он говорит, это абсолютная правда, которую нельзя оспорить, потому что Он знает все, как есть. Вот то, что будет им сказано здесь, они должны принять вот так. Это неоспоримо. Это от Господа. И эти слова о них. Последняя фраза в этом стихе, начало создания Божьего, или, возможно, для нас более бы понятно было, тот, от которого произошло все начало создания Божьего. Источник, который дал всему жизнь. Говорит, абсолютно правдивый, говорит тот, от кого все появилось. Тот, кто все создал. Тот, кто вдохнул жизнь в эту материю, кто создал эту материю, и кто вдыхает жизнь в церковь. Далее идут слова к этой церкви, где не будет ни одного слова похвалы. Ни о всей церкви, ни даже о ком-то из членов церкви. И все, что сказано будет им, это обличение и призыв к исправлению. Правда, и будет еще обнадеживающие слова, что если не победят, то будет награда. Стихи пятнадцатый. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Извергнул из уст, это буквально выплюнуть или даже вырвать, когда когда-то тошнит. Когда что-то попало нам в рот, и оно нам настолько противно, что мы просто хотим его выплюнуть. Думаю, что, возможно, это был намек на то, что хорошо ладикейцы понимали, потому что у них была проблема с питьевой водой. И та вода, которая была у них, это была сделана примерно как современные водопроводы, вода шла с других городов. Одному шла горячая, а с другого холодная вода. Но когда она доходила к городу, та вода, которая была горячая, она стала такой теплой и противной на вкус. Ну, не знаю, кто-то живет в Виннице, наши студенты говорят тоже, что вода из водопровода не очень вкусная, не хотят пить. Ну, как техническая вода, помыться такой вот. Что-то такое было в ладике. То есть их вода была невкусная, ну и так и обычно мы пьем, какие напитки, в каком состоянии мы пьем. Как правило, или горячий, или охлажденный. То, что оно как бы подчеркивает вкус, если кофе горячий, или чай, а когда он теплый, как-то уже не тот вкус. То же самое, как эта газировка, охлажденный вкус лучше. Он говорит, ты теплый, ты неприятный, ты не просто теплый, ты неприятный, ты мне мерзкий, я просто хочу тебя выплюнуть. Ну, что бы ни было, но Иисус говорит, вот, вы попали в такое состояние, что я просто хочу, меня тошнит от вас. Семнадцатое. Описание самого состояния. Ибо ты говоришь, ибо ты говоришь, это ихнее мнение о себе. Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Вот, они так на себя смотрели, как бы, ну, как мы подходим в зеркало, хороший, нормальный. Вот, как они так духовно себя оценивали. Ну, у нас, мы богаты, разбогатели, у нас полный порядок. Такое у них было мнение. А Иисус говорит, а вот, какого ты есть на самом деле, а не зная, что ты несчастен и жалок, и днищ, и снеп, и наг. Я богат. Ладики, это было, как, сегодняшним языком, как финансовый центр этой местности. Система банковская немножко не такая была, она намного проще. Люди просто имели много денег и давали их под проценты. И очень много владикей зарабатывало именно это. Они вали вокруг, все знали, что у них и деньги, брали их под проценты, и они на этом хорошо зарабатывали. Ростовщики. И, наверное, много верующих было, небедных, богатых. И сама церковь, возможно, имела особое здание, какие-то были в достатке. Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ. Помните, в послании второй церкви, это церадистская церковь, было сказано такие слова, 9, 2, 9. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». Те были бедные, но Иисус говорит, но по-настоящему вы богаты у меня. А здесь наоборот. Они думали себе как людей очень благословенных, потому что они богаты. Господь говорит, нет, а вы нищи, перед богом или у бога вы ничего не имеете. То, что у вас в домах есть серебро или золото, но у бога у вас ничего нет, вы нищи. Не знаю, что несчастье и жалок, то себя на тебя стыдно смотреть, весь, жалкое мне зрелище, и слепой, и голый, и нагоды голый. А думаешь, ты такой, вообще этот стих, как многие думают, и так, наверное, мы подтвердим, что он очень актуален, или очень своевремен, да. Это описание современной церкви, когда мы живем. Ну и даже в евангельских церквях идея процветания, или идея земного богатства, она очень распространена, очень ширится. Многие к этому стремятся, не говоря уже о не евангельских церквях, не говоря. Когда, в принципе, люди хвалятся не духовностью, а, наверное, золотыми куполами, да, я знаю, обстановкой, как вот здесь все шикарно, какие одеяния у священников, какие машины их подвозят, или какими они пользуются. То есть насколько все это, бог говорит, бедно, это нищ, когда вы дошли до такого состояния, что вы этим кичитесь, хвалитесь, и этим думаете, что это что-то хорошее. И в этом и проблема, говорит, ты слеп, ты не видишь, ты не видишь реально своего состояния, ты духовно не понимаешь, кто ты есть. Сегодня была история, когда Елисей молился в слуге, Господи, открой ему глаза, глаза на такой есть Бог, защищающий нас. Вот они не видели, наверное, реально ни Бога здесь, ни себя не видели по-настоящему, какие они есть. Наг, это говорится о их жизни перед Богом, о их неправедности. Есть слова похожие, точно они касаются праведности в книге Откровения, Откровение 16.15. «Все иду, как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели сломоты его». Однозначно здесь говорится о праведности, которую должен иметь человек верующий. И тот, кто ее не имеет, говорит, я приду, видна будет его отсутствие в ее праведной одежде, он будет как Наг. Он будет не готов меня встречать. Вот эти люди, или эта церковь в целом, была в таком состоянии, и в состоянии самообманутом, самообольщенном, когда она думала, что у них все очень и очень хорошо. Интересно, что, помните, что последняя по счету церковь, ну, только о двух церквях говорится о том, что, ну, в принципе, у них не было проблем внешних, не было негонений, и не было проблем с ересью. О двух церквях. И эти две церкви, скорее всего, оказались в наихудшем положении. Это вот та пятая, сардийская, когда говорит, что ты уже мертвый, только пару счет у тебя есть. И там не было проблем, не понравится ни ереси, ни гонения, и вот это последнее тоже. В принципе, у них как бы все мирно, все спокойно, все хорошо. Но когда все хорошо, ну, внешне, то духовно оказалось все плохо. Все остальные, у них были проблемы, больше или меньше. И у тех, у кого были больше проблемы, жизнь была лучше. Но Господь, когда так оценивает, ну, то есть мы читаем дальше, после таких слов он не говорит, что я выпрыгну тебя или иди вон. Он говорит слова, как им можно исправиться. Стих 18. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, купить настоящие ценности, собирать у меня сокровища и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Что касается белая одежда, как знак праведности, и тоже ладикия была известна тем, что она имела много производства тонкой шерсти, в основном черного цвета. Они продавали и шерсть, и изделия, готовую же одежду, многие не закупали, но черного. И Бог говорит, а тебе советую купить белую одежду, не такую, как вы производите, это вам не покроет ваш стыд духовный. И глазной мази поможешь глаза твои, чтобы видеть. Тоже у ладикии был один из храмов Эскулапа, или Бога Змеи. Помните, центральный был в Пергаме, а как бы дочерние были в других городах. И вот один из таких был в ладикии, и ладикийский храм Эскулапа славился тем, что они делали хорошую очень, как говорили по тем временам, мазь от глазных болезней. А на Востоке проблема была многих с глазами, потому что пыль, солнце большое количество, и людям создали зрение. И туда шли многие с этой мазью, что не ту мазь тебе надо, которую вы знаете, а у меня глазную мазь, не ту, которую у вас покупают, а у меня купить эту глазную мазь, чтобы вы духовно прозрели. Ну и советую купить, мы понимаем, что это не вопрос, что нужно что-то Богу пожертвовать или дать. Вот как купить, сказано 13 стих. Кого я люблю, тех я обличаю и наказываю, и так будь ревностей не покась. Купить это означает занять такое положение, когда Бог это все дает с даром. Это состояние раскаяния, сокрушения, и когда Бог это все дает. И вот что советую тебе, вот что тебе нужно. И это сказано, вот из любви тебе я говорю, я люблю тебя. Вот ты такой жалкий, нищий, стыдно смотреть на тебя, противный, хочу тебя выпрямить, но я люблю тебя. Хочу, чтобы ты был мой. И просто я так говорю тебе, потому что я жду твоего покаяния. Тебе нужно не просто, ну ладно, я покаюсь, будь ревностей и не покаясь. То есть это сказано, вот о большом усердии, о ревении, не просто так, ну может быть попробую, или может быть что-то нужно подкорректирую. О усердии всей жизни, будь ревностей и не покаясь. Опять-таки, это слова, уже не первый раз в этих посланиях, когда Христос обращает эту церковь с призывом к покаянию. Мы понимаем, что миссия церкви, мы идем в мир и несем слово покаянье. Мы говорим людям, вам нужно покаяться. Люди, может быть, не совсем понимают, да, но мы-то понимаем, что такое покаяться. Вот нам, которые понимают, что такое покаяться, Господь говорит, вот покаясь. Будь ревностей, напокаясь. И дальше стих, который тоже часто используется как инвентаризационный, но он, прежде всего, сказанный для церкви, стих 20-й. Возможно, самый известный стих из этих посланий, в этих двух главах. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот, Христос, получается, вне дверей, в церкви или в жизни верующих. Помните, что не было ему места в гостинице, когда он родился, а не было ему места в церкви. Иисус стоит извне, говорит, но я извне хочу снова войти в твою жизнь, или снова быть центром твоей жизни. Я стущу, я не имею права, потому что я создал от тебя, человека, независимым. Я открываю многие двери, у меня есть ключи от многих дверей, но в жизни человеческого сердца я так создал тебя, что эти ключи только у тебя. Только ты можешь открыть или не открыть, это твое право. Я просто стою и стущу снаружи дверей, вне твоей жизни, вне твоего дома, потому что ты выгнала меня, и я хочу, чтобы снова ты меня пустил. Я хочу снова войти в твою жизнь. И войду, и буду вечерить с ним, и он со мной. В те времена, когда не было электричества, люди работали только в светлое время дня, и поэтому даже в время, когда они кушали днем в светлое время дня, то этот обеденный перерыв или завтрак, они были очень кратковременные, потому что люди старались быстро покушать и снова идти работать, потому что пока свет, пока светлый день. Но когда стемнело, тогда ужинали или вечерили. И когда уже время вечерей, это было или время ужина, это уже было неспешное употребление пищи, потому что уже, в принципе, никто никуда не придет работать, это просто время до сна. Благо не было телевизора или еще чего-то. Я просто с меня садилась, вокруг стала, неспешно кушали, обсуждали, разговаривали, то есть это время такого близкого общения. И вот Иисус говорит, если ты пустишь меня, я приду к тебе, мы просто будем, как на вечере, общаться, разговаривали, мы будем близкие друзья, мы будем близко. Но кто голос мой услышит, или кто мой стук услышит, кто поймет, что я стучу и хочу войти в эту жизнь твою, что я оказался вне дверей, и буду вечерять. Собственно, сегодня у нас также, в этот святой вечер, также и вечеря Господня, тоже вечеря с Ним, когда Он приглашает нас. Он в центре стола, или мы впустили Его в свою жизнь, в жизнь церковь, мы собрались во имя Его, и Он с нами, и Он с нами вечеря. И вот обетование, 21 стих. Обетование тем, кто покается, или тем, кто этот стук услышит и впустит Христа. 21. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Удивительное обетование. Церковь, которая стала так противной, готов ее выплюнуть. Иисус говорит, как я победил, умер, воскрес, и поднялся, вознесся, и я сел на престоле Отца, потому что царство еще мое не наступило, враги еще остались, поэтому я сел на престоле Отца. Теперь придет мое время, я приду, и будет моя победа, мне будет свой престол. Вот как я сел на престоле Отца, говорит, вот той церкви, которая побеждает. Вот, знаете, как Христос сидит на престоле Отца. Это не просто где-то там, ну, где-то так, внизу. Мы понимаем, что это реально, это как сопровитель. Вот такое же обетование Бог дает церкви, которая победит, это означает, которая пустит Христа, и Христос будет в челюстне. То есть кто голос услышит, кто впустит. То есть если вы впустите меня за свой стол, в свою жизнь, в свой дом, за свой стол, тогда я впущу вас за свой стол. Ну, мой стол – это престол. Это намного несоразмерно выше и благословений. И это обетование для тех, кто услышал и впустил. Кто голос мой услышит, он стучит, и кто не отобретит внимание, скажет, да, Господи, я впускаю. Есть слова в Евангелии от Иоанна, где говорится о том, что однажды все люди этот голос Христа услышат и поднимутся из гробов. Вот сейчас Христос, мы понимаем, стучится в сердце каждого, и даже того, кто вот закрыл это сердце, Христос изредка стучится, иногда стучится. Сердце неверующего стучится. Он говорит, пусти меня, поканься, но не так много этот голос слышит, не так много. Или шум, который создаёт сатана, он заглушает. Но придёт время, когда все услышат, все услышат, скажут, и поднимутся из гробов, все скажут, воскрешайте, все поднимутся. Одни, жизнь вечная, другие, на вечное суждение, на вечное поругание. Все услышат, но, наверное, будут те, которые услышат его впервые. Они всю жизнь не слушали этот голос, а впервые его услышали. И вот они его слышат только один раз. Чтобы воскреснуть, а потом скажут, идите вы, в огонь вечный. Потом уже снова этот голос они слышать не будут. А для тех, кто этот голос слышит всегда при жизни, кто как эти, как овцы, которые слушаются голосу своего пастыря, они снова услышат свой голос знакомый, который их воскресит, воскресит жизнь. И для того, чтобы они этот голос слушали целую вечность и были с ним на небесах. Итак, сегодня в этот, в канун Рождества мы желаем, чтобы Христос имел место в нашей жизни, в жизни лично каждого из нас. Это, хотя это сказано во всей церкви, но это не решалось голосованием, проголосуем, пусть не будет. Это лично, это каждый лично должен был этот призыв услышать, присвидетель, присмотрителя, все, сестры. Нет информации, я не знаю, не знаю, каков был ответ церкви. Хотя есть кое-что, что можно, наверное, делать какие-то выводы. Это кое-что сохранилось, я помню, даже когда-то находил и перелистывал реальные документы, сохранились решения логикического поместного собора, который был в второй половине четвертого века, кажется, 364 год, кажется, так. Это был не вселенский, а поместный собор, то есть локальный, но который проходил в ладике. Это говорит о том, во-первых, что эта церковь спустя там сколько там 270 лет, или сколько там, эта церковь осталась быть, и осталась быть такой вот, ну, влиятельной, если в ней проходил собор. Но, но, есть одно но, которое где-то не так хорошо красит этот ладикеевский собор. Было несколько пунктов в решении, но вот что интересно одно, к тому времени уже был признанный канон книг Священного Писания, и они снова поняли этот вопрос канона, то есть книги, которые должны были читаться в собрании, и вот, ну, Ветхий Завет был от евреев, а вот это решалось по Новому Завету, и когда они в ладикистский собор, поместный собор, он принял решение, чтобы считать каноническими, вот все эти книги Нового Завета, которые мы знаем, кроме одной, угадайте, книги Откровения, книги Откровения, они исключили из канона и запретили читать в собраниях, ну, все книги не канонически запретили читать в собраниях. И я, наверное, думаю, наверное, из-за этого послания церкви, наверное, вполне возможно. Может быть, там еще были церкви, которым не понравилось это решение, потому что к ним было. Но это говорит о том, что если и было покаяние у них, возможно было, но не знаю, насколько она была такой вот, будь ревности и напокази, насколько она была дальновидной на долг, потому что потом, скорее всего, им стало стыдно, что Христос так их оценивает, и думают, что это, наверное, не Христос, это не канон. Ну и сегодня, и сегодня уже на месте ладики пустое место, там просто ведутся раскопки, у меня тут даже ни хутора, ни села, и среди раскопок также есть остатки христианского храма, остатки. Пусть Господь у нас был следить, чтобы мы, еще раз, каждый из нас в своей жизни, был таким человеком, где мы Христу давали всю власть над собою, в своей жизни, в своем доме, чтобы он пхнил вечером, с нами вечерем, мы читали Писание, мы молились вместе. И это было ему, слава и нам, во спасение, потому что мы надеемся, что он даст нам эту победу, и если мы даем ему свой стол в своей жизни, то он нам, скажет, с Иди со мной, на престоле небесном. Слава ему за это, аминь, помолимся. Спасибо.